Здравствуйте! Как история из Ёшкоролы, которая начиналась вот так? Из Ружкова я знаю, наверное, уже лет 20-30, может быть. Так встречаемся, иногда здороваемся, но близких отношений никаких не было. А потом у него тут офис был, контора, пожар был, сгорело все. И вот он обратился ко мне, ради бога, помоги мне восстановить отопление. А это к осени было как раз. И я посочувствовал ему, думаю, давай бригаду отправил ему, там все у него восстановили. Уж он так благодарен был. Ну, нормальное желание помочь человеку. Ну, как говорится, не делай добра, не получишь зла. Можно сказать, что у нас в старости лет мошенники ограбили меня, лишили денег и имущества. Схему простую, незатейливую, и выходит так, что законную, ну, в кавычках, конечно же, законную, по отъему денег у населения придумали жители города Ёшкорола. Это Трушков Алексей Сергеевич и Максимов Геннадий Васильевич. Ну, еще там группа лиц, которая с ними вместе, с ними сотрудничает. По сути, мы имеем дело с тем, что определенная преступная группа, пользуясь некими несовершенствами в законодательстве, с помощью правоохранительной системы и судов, поставила свой преступный бизнес на поток. Все очень просто. Берется иск, что тебе якобы кто-то должен денег, занял и не отдает, подается в суд, и суд удовлетворяет. Бывает, что не удовлетворяет, но бывает, что и удовлетворяет. В суд подаются документы, копии документов, подтверждающие, что кто-то у тебя, что у тебя эти деньги заняли. Вопрос, откуда эти документы берутся, как они делаются, вот на этот вопрос должно ответить следствие. Здесь речь идет о чем? Что наше гражданское законодательство сейчас строится таким образом, что достаточным доказательством исполнения любого денежного обязательства является соблюдение простой письменной формы сделки, какой является, соответственно, расписка. Дополнительных требований, например, для подтверждения заключения договора займа, требований законодательства о предоставлении каких-то дополнительных доказательств, кроме, например, расписки, у нас сейчас не имеется. Эти иски подаются в разные субъекты Российской Федерации, и в Москву, и в Казань. Все действующие лица живут в Ёжкороле, но иски туда не подают. Что касается подсудности, подсудность была определена как раз именно в этих поддельных договорах, причем здесь хочу отдельное внимание обратить, что все, в принципе, участники судебного производства, все жители города Ёжкорола, как господин Трушков, так и его представитель Максимов, так и все ответчики, что Стрельников Павел Иванович, что Акимов Александр Николаевич, что Кожевников Евгений Сергеевич, все жители города Ёжкорола. Но в договорах, в спорных договорах, поддельных договорах займа была определена договорная подсудность, причем здесь она определена не просто в каком-то отдельном суде, что в одном суде, они специально эти все дела разъединили на множество районных судов. То есть, соответственно, в случае со Стрельником Павловичем, это был Кировский районный суд города Казани, в случае с Акимов Александром Николаевичем, это был Приволжский районный суд Казани, и в отношении Кожевников Московский районный суд Казани. А в отношении иных предпринимателей там вообще была Москва и Новороссийск. То есть здесь суть, как мы полагаем, то есть суть вот этого разведения дел, поскольку эта группа лиц, она в принципе в наших судах уже, в Кринском городском суде достаточно сильно отметилась, и примерно люди все понимают. Ну и плюс ко всему же, я считаю, что это все-таки такой элемент, чтобы максимально сделать эти процессы, так скажем, невидимыми как для самого ответчика, чтобы принять максимум усилий, чтобы он не участвовал лично в процессе, да, то есть не заявлял о подложности, представленных исцом документов. И, соответственно, как говорится, в тишине. Нет, что оказывается, так можно было, представляете, подать иск в суд, что якобы вы кому-то давным-давно заняли денег и человек вам не отдает, показав туда, принеся туда договор. Где там человек этот договор берет, это уже другой вопрос, в этом следствии, на этот вопрос должно следствие ответить. Ответчик, в данном случае Стрельников Павел Иванович, говорит, что он не подписывал этого. И другие также говорят, что они не заключали с Тружковым никаких договоров. Там подтверждающие дополнительные соглашения к договору, подписанные моей рукой, якобы подписаны. Как уж он подделает подписи, я не знаю. Оказывается, я у него взял деньги под 70 тысяч процентов в месяц. Должен мы ежемесячно выплачивать. Документы есть, я могу себе показать. Ну, конечно, шок был для меня. Вот суды в рамках своего следствия судебного на какие-то вопросы ответить не могут. Но есть уголовный кодекс, есть уголовное дело в этом, в этой ситуации конкретно есть. Вы расследуете все процедуры, все, что предусмотрено УПК, сделаете, привлеките. Оно возбуждено, там даже нету обвиняемых, подозреваемых даже нету. Хотя вот люди, непосредственно Тружков Алексей Сергеевич, Максимов Геннадий Васильевич, они в суды приходят. Фамилии-то известны, все известно, все есть. Но почему-то, по каким-то непонятным причинам, до сих пор в этом уголовном деле, полтора года прошло, нету ни подозреваемых, ни обвиняемых. На всех этапах развития вот этого данного дела возникают странности. То есть, такие, так скажем, может быть, это ошибки, может не ошибки, может намеренные, но почему-то они возникают на любом этапе. Что на этапе судебного разбирательства, что на этапе следствия, что на этапе исполнительного производства. Но такое ощущение складывается у нас, что правоохранительная система не работает, или как-то она дает какие-то сбои. Тут или людям лень заниматься этим всем, или это халатность какая-то, или это просто наплевательское отношение к людям. Все, кто пострадал от Тружкова и Максимова, вот таким макаром через такую схему, они с Тружковым и Максимовым так или иначе встречались. То есть, у них были образцы подписей. Вот, к примеру, у Акимова, он вообще с ним судился, он ему, Тружков, я имею в виду, был должен денег, за то, что там гаражи сгорели по вине Тружкова, и не отдал. И вот, представляете, человек не отдавал деньги, а еще каким-то образом занял. То есть, понимаете, это все равно, что вот я вам буду должен денег, но у вас еще долг возьму, ну, еще под расписку. В Казанский суд тоже интересный. Приехали в суд, первое заседание, заходит судья, встали, сели, и судья ко мне обращается. Александр Николаевич, вы деньги отдайте человеку, и мы молоточком стукнем и разойдемся. Я говорю, так я не брал денег. Она мне бумаги поднимает, говорит, вот же бумаги есть. Я говорю, ну, вот у меня есть бумаги, что он на тот момент, он мне денег должен был сам. Потому что расписка тоже от 15-го года, вот как раз, когда я снял арест с его имущества, вот, он на основании той расписки на 50 тысяч, которую я отдавал, когда деньги у него получал, вот, в счет этой задолженности, он на основании этой там нарисовал, я уж не помню, сколько там, ну, тоже документы, миллион девятьсот, что ли, вот, ежемесячные выплаты 70 тысяч. Я к судье обращаюсь, говорю, ну, вот, если я ему 70 тысяч каждый месяц должен был выплачивать, почему он, говорю, у меня не требовало вот эти восемь лет-то. Ну, экспертиза казанская сказала, что подпись не моя. Сама экспертиза подчерковическая носит достаточно субъективный характер, то есть один эксперт может определить, соответственно, выявить общие признаки, либо, например, выявить несовпадающие признаки. И, по сути, на основании одной подписи суд может сделать вывод о наличии достаточно крупного денежного обязательства, что, собственно говоря, и произошло в нашей ситуации. Экспертиза. Экспертизы показали, что подпись вроде бы как настоящая. Но, вот мы поговорили с экспертом, который делал независимую экспертизу этих подписей, и у него много вопросов к тому, как сделана эта экспертиза. Действительно, если взять, подписи очень странные. Вот с первого взгляда показать, ну, не то, что любому подчерковеду, но многим показать, сказать, что тут необычного в этих подписях. Ну, сразу он скажет, недифференцированный нажим, то есть всегда постоянный. Это не характерно для человека. Вот. Это такое основное. Скорость письма, да, темп выполнения. Он медленнее, чем в образцах. То есть это различающие признаки, которые... Ну, это называют общие различающие признаки, общие, которые в любой подписи присутствуют. Ну, вот эксперт решил, ну, по-другому. У него там своё мнение, то есть он провёл исследование. Я смотрю, считаю, что я бы другой вывод написал, прям противоположный. Вот понимаете, полного объёма методик, с помощью которого могли провести экспертизу, тут явно не было. Но если следствие вот полтора года вот так относится к этому уголовному делу, к этим людям, не замечая их, она также и экспертизу проводит, ну, тогда все вопросы снимаются. Любого человека можно подставить под такую статью, что хоть со света уходи. Как вообще всё начиналось? Стрельников Павел Иванович у Тружкова купил дом, недостроенный дом. Вложил туда денег, обустроил его. И в какой-то момент приходит Тружков и говорит. Приходит, слушай, так и так, ты давай со мной рассчитывайся. И у меня сразу в сердце ёкнул, думаю, что такое рассчитывалось. Я же с тобой рассчитался, договор у нас с тобой есть, всё вроде по рукам. Нет, ты мне обещал больше. Как больше? Я не обещал. Тебе говорю, ничего. Если хочешь, я говорю, забирай обратно. Я не могу тебе даже продолжать разговаривать на эту тему. Ну, так и разошлись. Он, правда, пригрозил. Я тебе ещё припомню, это пошёл. Ну, в результате Тружков ушёл ни с чем, а через какое-то время прилетает иск, что якобы Стрельников должен полтора миллиона. А потом, на данный момент, сейчас, уже иск поступает. Поступил уже иск, что Тружков хочет 25 миллионов. Якобы Стрельников Павел Иванович недоплатил ему 25 миллионов за дом. Вот безнаказанность и бездействие органов следствия привела к тому, что в настоящий момент в Южкоринский городской суд подано уже новое исковое заявление. То есть, на сумму свыше 25 миллионов рублей. То есть, в данном уже деле, господин Тружков пытается убедить, что Стрельников Павел Иванович должен был заплатить ему за приобретённую дачу в Кокшайске гораздо большую сумму. Ну, это же вообще ни в какие рамки не идёт. Я просто... Вошарашенный был до невозможности. Не знаю, думаю, куда обратиться. И стал уже всех подключать. Там полтора миллиона-то есть, это было. Думаю, ну ладно, как-нибудь всё равно суд разберётся. А тут, когда вот такие суммы пошли, ну я просто расселялся, я не знаю, что делать. Дело-то прибыльное, понимаете? Прибыльное дело-то. Тут лучше любого строительного бизнеса. У Тружкова, если по парку посмотреть, у него там какие-то компании были, которые сейчас разорены. Да зачем что-то компании какие-то создавать, бизнесом каким-то заниматься, работать зачем? Когда вот, делай договора и расписки долговые, и в суд. Один раз, второе, третий раз. Когда-нибудь, где-нибудь да сработает. А следствие, ну, следствие молчит. Собственно говоря, давай тем самым зелёный свет. Действуйте. То есть, по сути, сейчас, если не пресечь деятельность данной группы, она так и будет продолжать. То есть, никто из нас, собственно говоря, не защищён. То есть, получив, условно говоря, ваши персональные данные и образцы подписи, данная группа лиц может точно так же обратиться с исковыми заявлениями к вам. И о нём вы абсолютно никогда не узнаете, пока только не будет уже предъявлен соответствующий исполнительный лист службы приставов. Мы посетили местное МВД, оставили там журналистский запрос. Мы, конечно же, напишем в центральное МВД, в главк, и напишем в прокуратуру. Потому что мы, да и не только мы, люди вообще хотят только одного, чтобы закон работал. Вот и всё. Хотят справедливости. А пока что, до свидания.